У нас тема Карибский кризис, и мы начнем с того, почему мы помогли, где-то право, да. Почему США пытались разместить ракеты в непосредственном кризисе от нашей автомизации? Чем нам грозило размещение ракет средней дальности в Турции, в Советскому Союзу в 60-е? США не просто пытались, они разместили на самом деле ракеты средней дальности Юпитер, и они были размещены в Турции и в Италии. Италию упоминаю, потому что их дальность их действия, этих ракет, она из Италии покрывала значительную часть европейской территории, ну а из Турции до Москвы 10 с небольшим минут, как тогда считали. И именно это послужило началом Карибского кризиса, в отличие от западной историографии, которая пытается представить в качестве корня проблемы размещения наших ракет на Кубе. На Кубе мы отвечали на то, что Соединенные Штаты уже сделали вблизи Советского Союза. И если абстрагироваться от проблемы агрессии США против Кубы, которая была вполне реальной, даже были попытки предприняты до этого, то главным, с военно-стратегической точки зрения, было прежде всего то, что Соединенные Штаты разместились в непосредственной близости от границ Советского Союза. Во-вторых, на тот момент, помимо всех этих Юпитеров, Соединенные Штаты обладали ядерными боезарядами в количестве 4,5 тысяч, и в несколько раз превосходили общее ядерное вооружение Советского Союза. Но и еще очень серьезный фактор заключался в том, что Юпитер по своим характеристикам расценивался и у нас в Советском Союзе, и на Западе, как средство первого удара. Поэтому те решения, которые были приняты, в общем-то они опирались на реально существовавшие угрозы безопасности страны. Насчет того, насколько в Соединенных Штатах всерьез относились к ситуации, свидетельствует воспоминания очевидцев разговора в овальном кабинете, когда президент Кеннеди со своими помощниками стал задавать вопрос, я говорю, не понимаю, зачем Хрущеву размещать ракеты на Кубе. Он должен осознавать, что для Соединенных Штатов это то же самое, если бы мы разместили в Турции наши ракеты. И помощник удивленно ему сказал, господин президент, но мы ровно это и сделали. То есть я надеюсь, что в сегодняшней ситуации президента Байдена будет больше возможностей понимать, кто и как отдает приказы. Ну вот как раз я хотела следующий вопрос, как раз по поводу того, насколько похожа ситуация в 60-х годах, ситуация сейчас, в случае сталакшен конфликт с Украиной. И там, и там явно прослеживается то, что США пытаются быть гегемоном. И насколько опыт, наверное, проживания в нами Карибского кризиса может помочь сейчас здесь? Ну, сходство есть, конечно, потому что как в 1962 году, так и сейчас речь идет о создании непосредственных угроз нашей безопасности прямо на наших границах. Даже сегодня это еще ближе, чем Юпитеры, расположенные в Турции. Идет военная кампания по накачиванию Украины всеми видами вооружений. Всерьез появляются разговоры о том, что нужно укрепить ядерные возможности НАТО в дополнение к пяти странам, которые уже имеют американское ядерное оружие, тактическое. Польша просится в кандидаты на то, чтобы и на ее территорию американцы направили свои ядерные бомбы. И, безусловно, эта ситуация весьма-весьма тревожит. С точки зрения отличий, отличий, видимо, в том, что в том далеком 1962 году Хрущев и Кеннеди нашли в себе силы проявить ответственность, мудрость, пока мы со стороны Вашингтона и его сателлитов такой готовности не видим. И примеров масса. Начать с того, что шанс на переговоры, который материализовался в конце марта на встречу в Стамбуле, был разрушен по, как мы сейчас уже можем утверждать, по прямому указанию Вашингтона. Вашингтон, НАТО, Евросоюз, они продолжают твердить о необходимости нанести России поражение на поле боя. И, как вы, собственно, справедливо отметили, за этим, за всем стоит абсолютная неспособность Соединенных Штатов отказаться от желания править всем и вся, если в свое время пели «Правь Британии морями», то сейчас Америка хочет петь наверняка «Правь Америка планетой». И об этом очень четко, ясно, недвусмысленно говорил президент в своем выступлении совсем недавно в Кремле, когда были подписаны договоры между Российской Федерацией и четырьмя новыми субъектами Федерации. Поэтому, вот в этом отличие главное. И, насколько у Европы хватит ответственности, потому что ведь страдать будет Европа, как она уже страдает от экономических санкций, в разы больше, чем Соединенные Штаты. Все больше экономистов не только у нас, но и на Западе приходят к выводу, что цель США полностью обескровить европейскую экономику, деиндустриализировать ее. Немцы уже огромное количество своих производств перемещают в Соединенные Штаты, со всеми вытекающими последствиями для долгосрочной конкурентоспособности Европейского Союза. Ну и ослабить Европу в военном плане, в том смысле, что в интересах Соединенных Штатов постоянно держать ее в напряжении, заставлять накачивать Украину оружием, а взамен заполнять склады вооружений стран Евросоюза американскими поставками. Мы все это понимаем. Поэтому здесь сочетание, конечно, и экономических, сугубо эгоистических расчетов и идеологических комплексов превосходства. Существует такая точка зрения, что в 60-е все-таки решения принимались людьми, которые прошли Вторую мировую войну и понимали, что это значит. А сейчас решения принимаются политиками в Америке, которые, в принципе, порохами нюхали, и это опаснее, потому что понимать последствия войны все-таки как-то отрезвляет. Ну, это универсальная тема не только для американцев, но и для европейцев. Да и у нас уже нет политиков, которые непосредственно участвовали в войне, но отличие заключается в том, что огромное количество наших граждан представляют собой семьи, которые так или иначе участвовали в Великой Отечественной войне, пострадали в Великой Отечественной войне, потеряли близких. И эта память, может быть, из-за огромного количества жертв и вообще в силу жертвенности, которую продемонстрировал советский народ многонациональный, эта память священна. И именно это, наверное, нас отличает от тех, кто начинает легкомысленно обращаться с темой ядерного оружия. Сам Байден, он родился в период Второй мировой войны, и, конечно же, он помнит, как в послевоенные годы эта тема достаточно серьезно обсуждалась, и она еще тогда оказывала влияние на американский политический класс. Но все остальные члены администрации – это люди, которые, наверное, и этой памятью даже не обладают. По крайней мере, можно сделать такой вывод или предположение по их конкретным действиям, по нагнетанию конфронтации с Россией, по утверждению, что если Украина не победит, то это неприемлемо, и многое другое. В Европе тоже появились деятели, которые пытаются играть с темой ядерного оружия достаточно безответственно. Бывший министр, в основном, Франции, несколько месяцев назад, или в осенью прошлого года, утверждал, вернее, напоминал, что России надо не забывать, что у Франции тоже есть ядерное оружие. Командующий военно-воздушными силами Германии вдруг заявил, что натовцы должны готовиться к ядерной войне, к применению ядерного оружия. И дальше, обращаясь к нашему президенту, сказал, «Путин, не смей тягаться с нами». Из уст немца – это, конечно, весьма показательное заявление. Знаете, в принципе, мы ощущаем уже давно, задолго до начала специальной военной операции, мы начали ощущать в контактах с немецкими коллегами, то, что они разными методами, но и в разных выражениях, но посылают одну очень четкую мысль. Дорогие коллеги, мы, немцы, со всеми за все расплатились. Мы больше никому ничего не должны. Поэтому хватит нас упрекать за то, что было в годы Второй мировой войны. Знаете, это достаточно опасная тенденция. Сейчас, правда, пытаются в Германии, включая министры иностранных дел, заявлять о том, что немцы никогда не забудут о тех преступлениях, которые совершил немецкий народ во время правления Гитлера в период Третьего рейха. Но то, что немцы со всеми рассчитались, она продолжает утверждать. Я не беру сейчас в расчет тему репараций, которую вслед за Польшей сейчас греки еще начали поднимать на щит. Я как раз об ответственности за мирное развитие континента и за невозрождение нацизма. А нацизм, к сожалению, возрождается достаточно быстро. Это прежде всего на той самой Украине, которую немцы поддерживают. И заявление, которое устами своего президента о том, что была ошибка отказываться от ядерного оружия, в январе сделал такое заявление, никак не вызвало никакую реакцию, осуждающую, конечно же, со стороны его западных покровителей. Что же получается нам делать? То есть во времена Карибского кризиса, как вы справедливо заметили, в Хорошевке и Кеннеди договорились, чтобы сейчас Россия могла сохранить и правосубъектность, и национальную безопасность, и какую-то обособленность, как можно, на ваш взгляд, разъединить, то есть снизить все сквозь конфликты? Что сделать, если завтра партнеры никак не вызвали? Президент Путин неоднократно говорил о том, что мы никогда не отказывались и не отказываемся от переговоров. Предупреждаю о том, что те, кто отказывается, а это делает Украина по прямому указанию западных спонсоров, они, конечно, должны понимать, что чем дольше они тянут с переговорами, тем труднее будет договариваться. И в своей речи в Кремле 30 сентября президент еще раз призывал киевский режим прекратить военные действия, сесть за стол переговоров. Это в очередной раз было пропущено мимо ушей с Западом, а Зеленский заявил, что с нынешним президентом России он разговаривать не собирается, даже принял какой-то там полузакон, полунормативный акт, который ему это запрещает делать. Ну, он артист такого комедийного жанра, но сейчас уже не до комедий. Трагический оборот обретают события на Украине, и то, что происходит с этим режимом, пользующимся абсолютной безнаказанностью Запада. Но готовность России, включая ее президента, к переговорам, она остается неизменной. И никогда в последние полгода было несколько инициатив со стороны и американцев, и некоторых других западных коллег, которые, как вы знаете, и просили о телефонных разговорах с президентом Путиным. Некоторые министры иностранных дел обращались ко мне с такой же просьбой. Мы всегда давали согласие. Мы всегда будем готовы выслушать, какие же предложения по снижению напряженности имеют наши западные партнеры. Потому что мы не видели никакой активности на этом направлении, начиная с февраля 2014 года. Когда они организовали кровавый госпереворот, первым же инстинктом новой власти было требование ликвидировать статус русского языка на Украине, который был закреплен в законах, выгнать русских из Крыма, ну и так далее. И на протяжении долгих восьми лет, уже после заключения минских договоренностей, все наши напоминания, призывы добиться того, чтобы киевский режим их выполнял, наталкивались на стену молчания. То есть, видимо, расчет был тогда, что Зеленский сможет восстановить свою территориальную целостность силой. Он этого не скрывал, что они намереваются это сделать. И, собственно, он уже приступил к выполнению этого плана Б, когда в феврале начались многократно более интенсивные обстрелы Донбасса, что, собственно говоря, и стало последней каплей, переполнившей чашу терпения. Мы не могли принять иного решения, защищая тех людей. Так что, завершая ответ, скажу, что мы всегда готовы выслушать наших западных коллег. И надеюсь, что если они обратятся с очередной просьбой организовать разговор, что помимо воспроизведения в контактах по линии дипломатических ведомств, по другим каналам, помимо воспроизведения того, что они публично в пропагандистском задоре говорят, они смогут предложить какие-то серьезные подходы, которые будут помогать напряженность разряжать и которые будут полностью учитывать интересы Российской Федерации, интересы нашей безопасности, которые мы до не одной десятилетия пытались оформить международно-правовыми методами. Последний раз в декабре прошлого года, когда предложили американцам и натовцам договор о европейской безопасности, который был направлен на то, чтобы гарантировать законные интересы в этой сфере всех европейских стран, включая Украину, без членства в Североатлантическом альянсе, но и, конечно, включая интересы Российской Федерации. Поэтому, если к нам будут обращаться с какими-то реалистичными предложениями, опирающимися на принцип равноправия, уважения и интересов друг друга, направленными на поиск компромиссов, баланса интересов всех стран, которые расположены в этом регионе, конечно же, за нами дело не станет, как это было всегда в прошлом. Спасибо большое. У меня был последний вопрос про наши выводы после Карибского кризиса, но вы на него уже ответили.